Госслужащие Чуваши отметили свой профессиональный праздник. Уже традиционный день главы и муниципального служащего прошел в этом году в селе Шутнерово Козловского района. Строгие управленцы и ответственные исполнители повседневной жизни сегодня главы муниципалитетов раскрылись совсем в ином качестве. В год человека труда чиновники приняли участие в сельских играх. Перекидывание гири через ворота, приседание с 50-килограммовым мешком картошки и перемещение в груженой телеге. Вот неполный список заданий для претендентов на звание «Богаты и глава». Победителем уже в третий раз стал глава Кшавшского сельского поселения Сергей Мульдияров. Чебоксарский район, 16 номер. Готовы? Шимуршинский район, 17 номер. Молодцы! Внимание! А эти соревнования вызвали ажиотаж среди всех уровней власти. На первом этапе быстрее всех скосил траву глава города Чебоксара Леонид Черкесов. Впечатление очень хорошее. В детстве мы постоянно косили. Но сейчас в последнее время не удается, но умение косить останется на всю жизнь. Здорово, а такой конкурс у нас сейчас проводится. Лидером в комбинированной эстафете стала команда Чебоксарского района. Спортивные мероприятия нас подстегивают к единению. Вот это очень приятно. И положительные, самые положительные эмоции. Очень рад участвовать. Побеждает сильнейший, а сильнейший тот, который ведет правильный образ жизни. И у нас вот район практикует здоровый образ жизни. Самыми зрелищными, это отметила глава республики Михаил Игнатьев, стали соревнования по мини-футболу. Глава Чуваши подчеркнул, что проведение спортивных состязаний способствует сплочению команды госаппарата и повышению результативности совместной работы. Девятый ежегодный день главы и муниципального служащего посетили и коллеги из Пермского края. В восторге! То, что мы увидели, нужно возрождать свою малую родину. Там, где ты живешь, делать для этой маленькой родины что-то хорошее, доброе, замечательное. И это делается сегодня, Чуваши. Это видно. Я очень много езжу по России. То, что я вижу здесь сегодня, вот это единение, это желание сделать хорошее, доброе для тех людей, которые живут в этой замечательной, прекрасной республике. И это восхищает. В следующем году традиционный праздник будет юбилейным. Подготовка к 10-му дню главы и муниципального служащего начнется через считанные месяцы. А это значит, что сейчас не время расслабляться. Участники терять физическую подготовку не намерены. Отстаивать честь родного района они по-прежнему готовы не только в служебных кабинетах, но и на полях любимой республики. Дарина Игнатьева, Татьяна Раевская, Андрей Шоколев, Республика.